Друзья, всем привет! С вами Гемелькар и Варк. Это второй Рим. Расколотая империя. Играем за Саксон на легендарной сложности. Восплей нормального человека. Поехали. Так, у нас сейчас война с Римом и все. Ну, с Римом и его сателлитами, небольшими государствами, как Ближняя Испания, Лузитания и так далее. Так, Рим фактически разгромлен. У них остаются небольшие территории. Вот Италия у них под контролем. Лациум, Италия, Сицилия и они сидят еще в Аллерии. Я так подумал, нафига мне нужен мир с Римом. Я просто добью его с концами и пойдем уже потом дальше. Вот тут у нас проблема связана с тем, что наш союзник, Калидонцы, они вторглись в провинцию Галлия. Ну и, в общем, всю Галлию захватили они. Это очень-очень-очень плохо, потому что эта провинция мне нужна для победы. Так что, в любом случае, мне с ними придется воевать, поэтому я решил сначала добью Рим, то есть, чтобы никто не ударил мне в тыл внезапно. А уже потом начну разбираться потихонечку с Калидонцами. Такие, собственно говоря, планы у нас. Кроме того, у нас торговля с вандалами. С Калидонцами, я сказал, у нас военный союз, не военный союз, а договор, ну, оборонительный союз плюс торговля. Все, со всеми остальными мы либо воюем, либо в нейтрале. Мирный договор они не хотят. Ладно, поехали, заканчиваем ход. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это на самом деле уже игра начинает страдать, грубо говоря, постоянно кто-то хочет какую-то другую семью уйти и так далее. Уже буквально три хода подряда шляпа происходит. Пусть три хода подряд забирают у нас тупо деньги. Они видели, что у нас есть деньги. Давай-ка мы у него заберем деньги. Такая логика. Бельгика у нас народу побольше стало. Хорошо. Ну ладно. Плюс 12 заход. Досидим до лета. У нас сейчас 278 год нашей эры. Досидим до лета. И потом уже начнем выдвигаться в провинциалацию. Посмотрим, что получится. 4100 денег. В принципе, можно пробежаться по строительству. Немножко посмотреть. Так. Рудники качать здесь не будем. Потому что... Хотя... А, нет. Это вот здесь. В принципе, можно прокачать. Они дают небольшой минус. Но... В принципе, все приемлемо. Нет, конечно, я апать не буду здесь. Здесь ничего не будем. Апать здесь. В принципе, можно храм поставить. Нет, пока в Балакуме тоже ничем не будем строить здесь. Вот он. Великая Германия. Наш хомленд. Вот здесь можно и подкачаться на самом деле. Да. Эмальщика поставим. Эмальщика. Ну и... На этом все. Так, а это у нас... Свебия. Давайте в Свебии тоже эмальщика поставим. Денег остается мало. Так что закончим просто ход. Продолжение следует... Обязательно следует... Горы, а чума... У меня там есть войск никаких нет. Да. У меня там войск нет. У Клятва верности. Все поставим имена на Нижнюю Германию. Всё. Выдвигаемся тогда в сторону Аримину. Сначала конечно же мы разграбим город То же самое и с Генуей выдвинемся в Ореции, но Ореции мы сразу заход не возьмем Здесь мы ставим вот так Мастерскую горна, ювелирную Ну и давайте яма кладовая пускай будет Проще тюра поставим Так, второй левел управления, давайте полностью управлением закончим тогда 20, 29 ходов нам на это надо Или постепенно будем идти Вот хорошая вещь, где-то хлебе из речи плюс 5 Все провинции, число разгонников минус 8 Давайте возьмем, называется религиозная процессия Хорошо, следующий ход берем арминум и захватываем, ну а разграбляем Как мне сказать, по войскам, у меня 5700 денег, в принципе на 3 армии я трачу 8500 Получается где-то в среднем 2000 на одну армию, я могу себе спокойно позволить еще одну армию взять Какой нам могу себе позволить еще одну армию взять На самом деле, надо две брать У меня все провинции восточные свеби, а гибернии они пустые Хотя бы куда-нибудь сюда в гибернию надо одну армию ставить и одну, надо ставить из альпийскую галию в армию Так, ну эти на меня не нападут, я думаю А вот эти могут Ну ладно, я пока подожду, посмотрим на ситуацию Дальше уже будем думать Субтитры сделал DimaTorzok Ну они пока действуют агентами, но войск я не вижу Скорее всего у них уже не будет войск, слишком большие территории они потеряли, это слишком большой удар для них И они уже точно не оправятся от него Блаку восстания Пасха В Потаме христиане у меня тут живут и у них Пасха Так, ну давайте вот колодец поставим на санитарию Так, захватываем армию Так, захватываем армию Ну что мы поднимем армию Ну что мы поднимем в армию К деньгам 3500 Давайте разграбим Просто символический разок Общественный порядок Минус 18 заход Я перекинул войска тогда в Балакум Денег 12000 у меня сейчас 12000 денег у меня В Медиалан я возьму войска Дагоберта давайте Восстановим наследие Вон молнии и тунораза Поставим в пехоту и в город в гарнизон Молнии и тунораза Ну что у нас происходит по внутренней политике Ну все партии лояльны Никаких колебаний не происходит Так, это у нас Ванхильда Она не замужем Почему-то Давайте найдем ей мужа Новый член в нашей партии появился Так, отлично Теперь мы здесь в Медиалане Посмотрим что по найму Копейщики, новобранцы, бичи Давайте возьмем топоров Три штуки А германские пикинеры И реально Ну-ка давайте возьмем пикинеров Посмотрим как это работает Ну и лучников Так 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 Сюда Чтобы я видел что происходит У маркоманов Тут пусто Да давай Второй у меня Есть Есть Да Блоки империи прокачались На самом деле Я думаю стоит брать Шесть восемь восемь Три Четыре Четыре Шесть Восемь Три Четыре Двенадцать Я возьму наверное германскую ярость А потом возьму необоримую силу Ну или прокачаю до максимума А босс что вообще по минимуму тратить на содержание этой армии И мне нужен еще один заглядат и здесь Не могу брать да Зато могу взять сановника Кстати давайте нанял сановника Он пригодится я думаю И здесь одного воителя Извинителя Они сразу появляются чутко прокаченные Не самая лучшая идея проводить разведку именно воителям Но за неимением другого будем довольствоваться тем что есть И пока что перестроим здесь город Здесь это сносится и это тоже сносится Заканчиваем ход Заканчиваем ход deinen тел Заканчиваем ход Заканчиваем ход Персонаж ранен цель моя действие резвя вражеский воитель покушался на жизнь верного вам человека но доведя задуманное до конца он только ранил жертву Поехали атакую тогда ау скул Само собой разграбим посмотрим что по деньгам нам дадут здесь 5000 это неплохо 5000 это неплохо и уйду на свою территорию чтобы подвосстановиться ну и захватим ареции Хорошо Перестроим город здесь наверное мастерскую бронзовых изделий оставим ну как оставим здесь казарму мы их перестроим просто ну и в принципе поля можно оставить ариминум 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 ну пускай будут Пускай будут Пускай будут вот так наверное Потавии наверное поставим конюшни Минус восемь общественный порядок но это скоро придет в норму Надо подавить восстание здесь обязательно 600 монет не так много но в принципе пойдет хорошо Вовращаемся обратно Минус 12 общественный порядок в лице не инорикуме Минус 12 общественный порядок в лице не инорикуме Я отменю эдикт у себя в великой Германии поставлю эдикт здесь вот в альпийской галлии хлеба и зрелищ Блин здесь сейчас работает наш агент Минус 12 общественный порядок в лице не инорикуме Альпийская галлии хлеба и зрелища 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 Вот даже так пацаны Даже так ну ладно Альпийская галлии хлеба и зрелища Альпийская галлии хлеба и зрелища Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И разгромим заодно тут римские войска Очень глупый мул со стороны Рима Вот так вот захватывать город был Какой все заново подстроить? Ну ладно В кем-то не восстание Ну давайте тогда тут армию возьмем Давайте клан железа Сюда возьмем каких-нибудь пехотинцев Сейчас наберем войска, потом возьмем наемниковые Разгромим повстанцев Здесь мы в балаком Все Так, отсюда можем выдвинуться в принципе на Рим И посмотреть что там у нас по вероятности Наемные римские легкие застрельщики Давайте возьмем О, ну да, давайте заберем О, ну да, рим это easy Давайте заберем 5700 денег Хорошо Следующий ход захвачу Рим и аускул И получается провинциацию будет наша Не-не-не-не, чувак Ему нужно право проходит, я не знаю зачем оно ему надо Типа чтобы просто убедиться в том что я его не предам Или он куда-то собрался, хер его знает куда Причем Альбафледа родилась у нас Сплощение, прощение конницы своей конечно же Поехали, заберем тогда Рим 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 по-моему пацаны это у нас квартал Митриастов Тысяча снос стоит Тысяча снос стоит 4100 да ладно надо разграбить обязательно 4100 прям до хрена тысуууууу такой зон был так ну в принципе постепенно уже тут конец рима очень-очень близок и можно постепенно готовиться тогда к хотя я думаю спешить не буду пока несколько для победы городов 50 так тут общественный порядок 0 плюс 1 чертоги вождя можно забубень дать забубеньем в бельгике 5200 заход все кошерно так что-нибудь на общественный порядок верность политической партии плюс 2 давай пускай культуру насаживаю тут германскую германские пекиняры постепенно готовлюсь к войне пацаны что делать к войне с калидонцами пока пока я в таких ситуациях мне так жалко рим вы не представляете бля не устроили восстание сразу захотели город реально охренеть ай ну ладно это то что я слишком часто грабил тут это постоянно будет происходить так ну что рим рим во-первых нужен храм обязательно потом вот так и вот так ну и поехали вот этих ублюдков проучим храм строится поэтому давайте колодец да вот так вот сделаем ну все провинциалацию под нашим контролем это очень круто мы на этом закончим сегодняшнюю серию всем большое спасибо что пришли друзья мои с вами был гемель карбар надеюсь что вам было интересно это сакси легендарная сложность до скорых встреч всем пока